Путешествие по разным странам мира, дает возможность туристам увидеть огромное количество достопримечательностей. Те, кому приходилось бывать в Испании, отмечают помпезность, величественность дворцов. Одним из мест, привлекающих туристов, является Искариал. Дворец Санта-Мария, гуляя дальше по Мадриду, перед туристами предстоит дворец Санта-Мария. Он имеет восточные корни происхождения, а аббревиатура «Дела Альмудена» в переводе с арабского означает «крепость». Во время старинных войн в нем местные жители прятали иконы. Спустя несколько столетий после того, как здание отошло к Испании, в нем был найден лик Божьей Матери. Обратите внимание, архитектура храма великолепна, он очень красив, так как при его строительстве использовали мрамор, но, несмотря на это, внутри помещения достаточно светло. Двери изготовлены из бронзы. Посмотрев на рисунки на двери, можно изучить всю историю по памятным картинкам того времени. Все храмы, которые строятся православными, ориентированы на запад или на восток. Этот храм исключение, так как он ориентирован на север. В дальнейшем вокруг святого места стали выстраивать дополнительные здания, ставшие впоследствии достопримечательностями. Современное правительство запланировало тут строительство станции метро, чтобы туристам было удобно добираться. Храм Дебот в поисках достопримечательностей, которым более двух тысяч лет, стоит отправиться к храму Дебот. Возведением его занимались древние египтяне на территории Древнего Египта, но после того, как Нил разлился, строение постепенно стало разрушаться. Чтобы не допустить полного его разрушения, храм по камню был перевезен в Мадрид, и уже на территории новой страны его стали восстанавливать. Теперь в храме Дебот размещен музей, в котором расположились экспонаты об истории страны. Посещение музея бесплатное. Обратите внимание, если необходима услуга экскурсионного обслуживания, то необходимо связаться по контактному номеру и записаться для посещения храма в субботу. Экскурсионная программа проводится с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут. Собор СВ. Франциска Великого путешествуя дальше по Мадриду, нельзя не остановиться около Собора Святого Франциска Великого. Расположен он рядом с Королевским дворцом. Внутреннее и внешнее убранство богатое, великолепное. Отличительной особенностью является огромный купол, который по размеру превышает все купола церкви Испании. Его высота около 58 метров. Строительство храма велось в XVIII веке. Всего на территории собора расположено семь часовен. Роспись проводили известнейшие мастера. Интересен храм тем, что на его территории есть национальный пантеон, где хранятся останки художников и известных политиков. Здание храма прекрасно сохранилось, поэтому, отправляясь в него, можно увидеть пересечение истории и мастерства всех эпох. Церковь Сан-Николас де Лос-Сервитас Самая старейшая церковь в стране Сан-Николас де Лос-Сервитас Это поистине древний памятник истории. Первое упоминание о ней относится к XIII веку. Строительство проводилось маврами, но под бдительным надзором и непосредственным руководством христиан. Внутри убранство достаточно скромное, но при этом тут всегда очень уютно, а внутри стоит прекрасная прохлада. Расположен храм в центре города, мимо него пройти нельзя. Искориал, Испания, был построен с использованием ряда ансамблей, которые были выбраны не случайно. Его строительство относится к 1557 году, когда англо-испанская армия одержала победу в сражении с французскими войсками. Филипп II, ждавший данную победу с нетерпением, пообещал в случае победы воздвигнуть храм, который в последующем получил название «Святого Лаврентия». Раивский монастырь, Казань, обратите внимание. При составлении плана посещения Искориала стоит обратить внимание на то, что само здание имеет форму решетки. Этот факт связан с легендой о сожжении Лаврентия по указу, изданному императором. Сам король Филипп II был достаточно меланхоличен, глубоко верил в небесные силы, ему требовалось восстановление здоровья. Для этого ему необходимо было место, где не будет никого. Он мечтал, что после того, как будет построено здание, он будет жить в окружении монахов. Именно поэтому король хотел совместить в одном здании монастырь, резиденцию короля и жилье для свой свиты. Эту мечту воплотить самому королю не удалось, но вот его дети смогли это сделать. После того, как король умер, во дворце была выстроена усыпальница для монархов. Монастырь Искориал начал строиться в 1563 году. Интересно. В строительство было вложено огромное, по тем временам, количество средств. Мадрид Искориал строился длительное время, и при его строительстве использовались такие материалы, как сосна и мрамор. Тут были установлены дорогие светильники, лампы, церковная утварь, а также использовались различные красивые вышивки. Создателем Искориала считается Хуан Дээро. Обратите внимание. Попав во дворец, туристы отмечают явные отличия между теснотой жилища короля и великолепием самого Искориала. Зайдя в библиотеку, поражает то, насколько тщательно выставлены книги в золотом обрамлении. Комплекс относится к наследию ЮНЕСКО. Искориал, Испания, достопримечательности поражают своей помпезностью, но, несмотря на это, посмотрев на замок, ничего лишнего в нем не увидишь. Вид у замка достаточно строгий, но карнизы, которые на нем выстроены, отделаны мрамором. Внутри поражает спокойствие темных тонов. Отличительная особенность замка в том, что внутри большое количество света. Королевские покои величественные, но достаточно мрачные. Казанский Богородицкий монастырь интересно посмотреть на алтарь, Эл Искориал. Он полностью украшен фресками, камнями, драгоценностями, мрамор использовался не только серый, но и цветной. Благодаря такому сочетанию внутреннее убранство притягивает взгляды туристов, посетивших его. Важно, для того, чтобы увидеть всю красоту комплекса, стоит запастись временем. Здание огромное и поэтому нескольких часов для просмотра не хватит. Пантеон – это место упокоения испанских королей. Здесь похоронены короли Испании. Единственный король, которого тут не стали хоронить, это Филипп V, напротив пантеона располагается усыпальница для принцев. Это помещение гораздо больше, чем для монархов, так как тут, кроме царственных особ, хоронили еще их жены детей. Смертность в те века была высокая, за счет чего и само здание имеет большую площадь. Местные жители данные захоронения называют «тортом». Библиотека – одна из самых больших. По собраниям фолиантов в ней она уступает лишь Ватикану. Основное наполнение – литература Средневековья и книги времен арабского владычества. Сад. В эпоху Средневековья большое внимание уделяли высадке растений на территориях, расположенных рядом с дворцами. И это место – не исключение. По территории сада растения посажены в виде фигур. В центре есть пруд, а в нем живут лебеди. На территории комплекса есть два музея. В первом можно найти экспонаты по истории создания. Тут есть все чертежи, строительные инструменты, которые использовались при строительстве. А во втором музее собрано огромное количество полотен художников. Кроме испанских творений, тут есть и картины, созданные художниками других стран мира. Обязательно стоит посетить тронный зал, залы военной истории, а также удивительную, фарфоровую комнату. Зайдя в покой Филиппа II, сразу бросается в глаза то, что выход располагается близ входа в церковь. Он часто присутствовал на службе, не вставая с кровати, так как был очень болен. Обратите внимание, на территории монастыря проводятся регулярные концерты. Особой популярностью пользуется хор мальчиков. Комплекс расположен по адресу, Плаза де Испана, 1, 28280, Эл Искориал. Проще всего добраться до него из Мадрида. Карта указывает расстояние 50 километров. Доехать можно на автобусе, рейсовом, что чаще всего и делает рядовой испанец, или же на такси. Советы и рекомендации опытных туристов Дворец земледельцев вот лишь несколько советов, которые помогут сделать путешествие увлекательным. Для любого путешествия необходимо правильно выбрать время года. Испания – удивительная страна, приехать сюда можно независимо от того, в какое время будет отпуск. Климат благоприятный для туризма в любое время года. Учитывая то, что тут летом все-таки жарко, нужно запастись легкими вещами. Гуляя по городу, стоит взять с собой бутылку с водой. Если турист решил посетить Искориал, то обязательно нужно иметь в запасе большое количество времени. За час ничего не увидишь. Минимум потребуется часов 12. Отправляясь в путешествие по Искориалу, не стоит забывать о том, что в первую очередь это дворец католических величеств и их усыпальница, и вести там себя стоит правильно, соответственно месту. Пройдя по гулким залам немного мрачного, но тем не менее великолепного дворца, любой, посетивший это место турист запомнит его навсегда. Продолжение следует...